Позади школьные годы, впереди целая жизнь. Сегодня последний звонок прозвенел для почти 33 тысяч выпускников 9-11 классов школ Волгоградской области. В общеобразовательных заведениях прошли торжественные линейки, на которые по традиции приглашают высоких гостей, представителей региональных и местных властей. Так, выпускников 15-й школы Воложского поздравил вице-спикер областного законодательного собрания Анатолий Бакулин. В 15-й школе Воложского, которая расположена в поселке Краснооктябрьский, в этом году 11-й класс закончили 20 ребят. Немного, отмечает директор, но зато есть повод назвать каждого. 11-й класс в полном составе, допущен к выпускным экзаменам. И хотя у выпускников впереди непростой период, им немного завидуют первоклассники, чья школьная жизнь только начинается. Потому что они больше в школу не будут ходить, они в институт пойдут. Ты будешь проще? Да. Радость от того, что начинается новый этап в жизни и волнение, что ждет впереди. Как задут экзамены, всем ли удастся поступить в выбранные вузы. Сейчас об этом тревожатся и выпускники, и их родители. Мамы тайком смахивают слезы, глядя на быстро повзрослевших дочек и вспоминая свои последние звонки. С тех пор многое изменилось, но выглядят сегодняшние старшеклассницы все так же. Банты, форменные платья и белые фартуки. Такие наряды в большинстве семей остались еще с советских времен. Либо сами шьем, либо у кого-то берем, у кого-то более старшего поколения. Ну вот на тебе все что надеты? Фартук сами шили, форму взяли. Выпускаем всего один класс, а первоклашек на будущий год набирается почти на три. И это не может не радовать. Значит, у поселка есть будущее, говорит депутат облдумы по этому избирательному округу Анатолий Бакулин. Поэтому и к Краснооктябрьскому у него особое внимание. И в рамках своего депутатского фонда Анатолий Васильевич постоянно оказывает помощь в решении поселковых проблем. Делали мы многое здесь. И спортивные площадки, те, которые строили, и стадионы, и в школе ремонты, всевозможные приобретения. И сейчас, после этой линейки, мы с директором школы сядем и обговорим, как мы будем ремонтировать и готовиться к следующему учебному году. Нужно многое, но самое насущное – это конференц-зал, где проходит всеобщие школьные мероприятия. Здесь он уже давно требует ремонта, с чем и обещал помочь депутат. Всех же выпускников Анатолий Бакулин поздравил с окончанием учебного года и пожелал ответственного выбора дальнейшего жизненного пути.